ЧП в Казахстане. Российская ракета-мишень во время учений отклонилась от курса и приземлилась на территорию Азиатской Республики. Подробности знает Владимир Боровой, Володя. Настя, спасибо. Добрый день. Объект, который казахские пограничники сначала приняли за одну из ступеней ракеты, Министерство обороны РФ назвало, цитирую, «беспилотным мишенью рейс, который отклонился от курса во время проведения учений на полигоне Ашулук Астраханской области». Конец цитаты. Мишень-рейс, также известный как российский беспилотный самолет Ту-143, прилетел с учений, где военные отрабатывали отражение массированного ракетно-авиационного удара. На ход учений, вне всякого сомнения, казались события в Ливии. Фактически войска отыгрывали такой же ракетный удар, какой войска коалиции НАТО нанесли по позициям Каддафи. Как утверждает в Минобороны РФ, истребители, перехватчики и средства ПВО с задачей справились на 100%. Ну, при этом одна из мишеней отклонилась от курса, но, правда, штатно приземлилась на парашюте. Другое дело, что за границей страны. Казахстан пока не решил, требовать ли в связи с этим от российских военных компенсаций. Володя, ну поправь, мне кажется, недавно было нечто похожее. Совершенно верно. Уже второй случай за последний месяц, даже за последнюю неделю, когда российские летательные аппараты оказываются, ну, не совсем там, где им нужно быть, неделю назад на штат Колорадо, США, упал бак системы наддува от российско-украинской ракеты «Зенит-3СЛБ». Местные жители даже сначала приняли его за НЛО. Любопытно, что ракета с погодным спутником стартовала в космос еще 20 января. И ее фрагменты вот все это время, больше трех месяцев, болтались в околоземном пространстве. Но потом, согласно закону физики, которую мы все проходим в классе в шестом-седьмом, я не знаю, когда уже теперь его проходят, земное притяжение притянуло осколочек, другое дело, упал нештатно на территории страны вероятного противника, раньше это называлось. Спасибо, Володя, это Владимир Боровой.